Здравствуйте! Начинаем третий урок. Третий урок начнем с разговора о форматах чисел. Всего форматов чисел для контроллеров Siemens я насчитал три. Это 1-битовый формат, то есть дискретный вход и выход представляют нам формат числа в 1-бит. 16-битовые числа и числа в формате 32-бита. Как известно, 16-бит это 2-байта, а 2-байта это одно слово памяти, то есть 2-байтное число называют по-другому слово. 32-бита это ровно в 2 раза больше, чем 16-бит, то есть двойное слово. В формат 16-битового числа входят два типа данных, а именно это BCD-код и тип данных Integer. Integer пишется вот так. Тип данных Integer является стандартным для большинства языков программирования. И лежит в диапазоне от минус 32 768 до плюс 32 767. Такой небольшой, но достаточно емкий диапазон. В BCD-коде каждая десятичная цифра представлена в виде четырех разрядов двоичного числа. То есть по-другому. Число 237 в BCD-коде в двоичном виде выглядит так. Цифра 2 это 1-0, цифра 3 это 0-0-1-1, цифра 7 это 0-1-1-1. В формате Integer число 237 имеет совершенно другой двоичный код. То есть тут не для каждой цифры отведено по 4 разряда, а выведено с помощью формулы перевода из десятичного числа в двоичный. Это где двойка в нулевой степени, двойка в первой степени, двойка в третьей степени и все это складывается. На этом останавливаться не будем. Это есть в курсе информатики. В любом учебнике, в интернете, в Википедии диапазон BCD-кода от минус 999 до плюс 999. Как раз три цифры укладываются в три группы четырех разрядных чисел в двоичном коде и минус представляется как цифра 8. Это мы потом увидим. Когда у нас будет вводиться число в BCD-коде со знаком минус, то там будет представлена восьмерка. А в десятичном все как обычно. Минус 999 плюс 999. В формат 32-битовых чисел входят типы данных D-интеджер, то есть Double Integer и Real. Число в формате Double Integer лежит в диапазоне от минус 2 миллиардов 147 миллионов 483 тысяч 648 до плюс 2 миллиардов 147 миллионов 483 тысяч 647. И занимает два слова данных. То есть тип данных D-интеджер это просто слово, Double Integer это двойное слово. Число в формате Real лежит в диапазоне от минус 3,402 823 миллионных умножить на 10 в 38 степени. Доплюс 3,402 823 миллионных умножить на 10 в 38 степени. Здесь двоичный код разделен на две части. То есть мантиса числа, основа числа и часть отводится под значение степени экспоненты. Для ввода того или иного типа данных в процессе создания алгоритма используется сокращенное обозначение наших типов данных. Для BCD кода вот это обозначение, то есть W решетка 16 решетка. Для типа данных Integer обыкновенный ввод чисел. Для типа данных Double Integer L решетка, далее число. И тип данных Real вводится как десятизначное число. Как правило, после первой цифры ставится точка, а дальше указывается экспонент, то есть степень числа 10. Так вот, к чему это я? До этого мы работали с дискретными входными и выходными модулями, или цифровыми. Сейчас мы введем еще один тип входных-выходных сигналов, это аналоговые цифры, которые изменяются непрерывно во времени. Итак, запустим Sematic Manager и добавим входной аналоговый модуль. Делается это в разделе Sematic 300, то есть название станции Hardware из библиотеки, из каталога Sematic 300, SM 300, AI 300. То есть аналог Input. Выберем 8-канальный входной модуль и перенесем его на рейку. Так, обратим внимание на адрес. Адрес у нас начинается с 288 до 303, то есть от 288 байта по 303. Перейдем в режим Monitor Modify. А, контроллер не запущен опять. Ну да ладно. Нам главное посмотреть, как у нас адрес записывается. Итак, здесь мы видим адрес входного аналогового сигнала. PIV-288 означает P-Peripheral Input Word по-русски. Периферийное входное слово. Если убрать вот здесь галочку, то мы уже будем наблюдать входное слово 288, которое находится уже в системной памяти контроллер. Ну и как видно, следующий адрес PIV-290, то есть через 2 байта. Это нам говорит о том, что входной аналоговый сигнал занимает одно слово памяти. Итак, давайте научимся это применять. Компилируем и сохраним изменения. Запустим PLC-симулятор. Перейдем в папку Blocks. Откроем первый организационный блок. Я из него все удалил. Итак, следующий раздел. Раздел сравнения. То есть компаратор сравнения двух чисел. Здесь у нас сравнение двух чисел на равенство. Следующий network. Сравнение не равно. Дальше. Строго меньше. То есть первое число строго меньше второго. Далее. Первое число больше или равно второму. Дальше. Первое число меньше или равно второму. Пропустили. Сравнение строго больше. Пропустили. Первое число строго больше второго. Сравниваются типы данных интеджер. О чем нам говорит буква i в конце обозначения функций сравнения. Итак, возьмем с входного аналогового модуля два адреса. ПИВ-288 и ПИВ-290. То есть через два байта следующий адрес. И будем сравнивать эти два числа в различных вариантах. Второе число возьмем по адресу ПИВ-290. Сохраняемся. Необходимо вставить, грубо говоря, катушку, то есть выход для каждого блока сравнения. Результат сравнения у этой функции выводится как битовое значение. То есть нам нужно результат присвоить к какому-то выходу. Я их быстренько назначу. Сохранилось. Загрузилось. Запускаем контроллер. И проверяем наши результаты сравнения. Итак, с нулевыми результатами. 0 на входе в 288 равен 0 на входе в 290. И тут тоже 0 больше или равен. Он у нас равен, поэтому выход у нас активный. Теперь как управлять входными аналоговыми модулями. Вызываем окно управления входами. В строке адреса вводим интересующий нас адрес, а именно ПИВ-288. Нажимаем Enter. И здесь мы уже можем вводить необходимые нам числа в 16-битовом формате, чему соответствует тип данных интеджер. Итак, смотрим. 100 не равно 0. 100 не равно 0. И это истина. 100 больше 0. Истина. 100 меньше 0. Ложь. 100 больше 0. Истина. И 100 меньше 0. 100 меньше или равно 0. Ложь. Вот так работают функции сравнения. Если у нас есть необходимость сравнить два числа в формате Double Integer, смотрите, как можно заменять функции. Допустим, мы хотим сравнить функцию сравнения типа Integer на функцию сравнения типа Double Integer. Обращаем внимание на строку состояния в нижнем правом углу. Сейчас у нас выбран режим вставки. Нажимаем на клавишу Insert. Нажимаем на клавишу Insert. И переходим в режим Hover Write, то есть режим перезаписи. И теперь, выделив функцию, которую нужно заменить, и из библиотеки выбираем функцию, которую необходимо вставить. Двойным щелчком функция Comparate Integer заменяется на функцию Comparate Double Integer. И соответственно, входы PIP-288, как входные данные, уже не соответствуют типу данных этой функции. Здесь мы можем воспользоваться маркерами, потому что у нас установлен входной аналоговый модуль формата Integer. То есть он предоставляет нам данные в виде слова, информации. Здесь мы используем маркер. Маркер типа Double Integer. То есть двойное целое или двойное слово. Вместо буквы V мы ставим букву D, то есть Double. И выбираем маркер нулевой. Итак, первый вход у нас получает данные из маркера двойного слова нулевого. Второй вход будет получать данные из маркера двойного слова по адресу 4, так как маркер MD0 у нас занимает 4 байта. Итак, в окне контроллера активируем окно управления входами. Введем здесь адрес MD0, Enter. И еще одно окно с адресом MD4. Загружаем изменения в контроллер. Приходим в режим монитор. И смотрим. Здесь уже представление числа автоматически перешло в формат Double Integer. То есть здесь появилось количество нулей, соответствующие разрядам, в которые вместится число в формате Double Integer. А именно вот эти 10 цифр. То есть и нулей там будет 10. И увидев сразу число, состоящее из многочисленных разрядов, мы можем судить, что здесь у нас вводится тип данных Double Integer, или Double Word, как видно вот из этой подсказки. Здесь будет просто Word. Теперь если мы по адресу MD видим большое число, то число по адресу MD0 не будет равно числу по адресу MD4. В следующем нетворке заменим функцию сравнения типа данных Integer на тип данных Real. Выделим функцию сравнения. Обратим внимание на нижний правый угол, что у нас редактор находится в режиме замены, а не в режиме вставки. То мы с легкостью можем заменить функцию сравнения типа данных Integer на функцию сравнения типа данных Real. Вот здесь точно так же, как и в первом нетворке, нам редактор подсказывает, что тип данных Word не подходит для этой функции. Нам нужно заменить. Так как тип данных Real относится к 32-битовому формату чисел, а 32-бита это двойное слово, мы можем использовать маркер MD. То есть MD, следующий за четвертым у нас через 4 байта, это 8 байт. И за 8-м следует MD12 байт. В окне управления переменными вводим адрес MD8, то есть маркер, в котором будет храниться переменная типа Real. Во втором окне ввода переменных вводим адрес MD12. Выберем тип Real здесь, здесь. 1.2 в степени 11. Здесь 2.1 в степени 8. Перевжим монитор. И вот результат сравнения двух чисел. То есть они между собой неравны.